Воздвижение роскошных надгробий на могилах родных и близких в последнее время стало своеобразной тенденцией среди богатых горожан. Горе, боль, утрата и чувство вины заставляют людей строить своим любимым, которые отошли в мир иной, мазары немыслимых размеров. По словам специалистов, для умерших выделяется только земля, а остальное дело уже за родственниками. Наши корреспонденты попытались разобраться, что движет людьми – желание воздать должное родным людям или потешить собственное тщеславие. Это одно из самых больших кладбищ в области – Тектурмасс. Могилы многих усопших представляют собой настоящие архитектурные сооружения. Сейчас площадь этого кладбища заметно расширяется, и здесь можно воочию убедиться в людском желании перещеголять друг друга в возведении памятников. Разрешается ставить камень с именем, а вот выделяться, строить большие сооружения – это запрещено по шариату. Это уже стало модой. Мне бабушка всегда говорила, нужно просто ставить камень и не ограждать. Специалисты Бюро ритуальных услуг заверили нас, что никакого отношения к возведению роскошных мазаров они не имеют. Их дело – предоставить земельный участок для захоронения. На сегодня какого-либо закона о том, как обустраивать могилу, у нас нет. Каждый делает это по своему желанию и усмотрению. Лишь оказание ритуальных услуг, естественно, платное, в размере от 6 до 8 тысяч тенге. Есть люди, которые сразу хотят забронировать, можно сказать, землю на двоих, троих. Мы им, естественно, отказываем в этом. Всё же люди отмечают дороговизну оказания ритуальных услуг. Самые дешёвые начинаются с 8 тысяч тенге и выше. О мазарах и миноретах говорить и нечего. Валерий Татаренков, Нурлан Успанулы, 7.7 News.